Соловей 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 ...калорийные остановки реакторов. Однако происходит как раз обратное. Температура реактора превышает допустимую в 100 раз. Начинается невероятное. Температура разрушает активную зону реактора. Борис и Леонид понимают, что ситуация вышла из-под контроля. Минуту спустя чернобыльский реактор номер 4 взрывается. Парогазовая смесь взрывом сдвигает плиту реактора весом в 2000 тонн. 8 тонн радиоактивного топлива фонтанирует в ночное небо. Парогазовая смесь взрывом сдвигает плиту реактора весом в 2000 тонн. Уже через 5 минут пожарные были на месте. К утру пожарным удалось локализовать пламя и потушить его. Но самое страшное было еще впереди. Четвертый реактор был полностью разрушен. По всей территории АЭС были разбросаны куски урана и графита, излучающие радиацию. Персонал станции не имел при себе дозиметров, которые позволили бы им измерить полученную дозу. И многие были серьезно обучены. Менее чем через час после начала аварии был отмечен первый случай острой лучевой болезни. О том, как юноши с упрямыми глазами в чернобыльскую ночь дрались с огнем. Чернобыль — только маленькая века, растущая в человечестве беды. Чернобыль — это ядерного века, не может быть грядущего следы. И если бы глухой ночной порою те парни долг не выполнили свой, Все было бы непоправимей втрое, и ты, быть может, был бы... И что возьму я с собой? Это все... Это все... Присылает такое пожелание. В Чернобыльской трагедии урок для всего человечества. Мы обязаны всегда помнить тех людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг. Пожарных, военнослужащих, строителей, которые участвовали в ликвидации последствий. Мир ждит память невинных жертв катастрофы И преклоняется перед ветеранами Чернобыля, Которые принимали участие в ликвидации аварий. Этот героический поступок — свидетельство смелости и отваги людей, Любящих свою родину, семью и детей. Я без наградов жми и боюсь я, но приклоны. И от них все тревожнее ранится в чем-то. Молитва! Нам и так, молитва, жар отгорает. Молитва! Твое имя повторю нас снова. Небо знает, как я все на нас произнесла меня. Небо знает, ведь как я, но это двое имя для меня. Молитва! Ведь как я, но это двое имя для меня. Молитва! Твое имя повторю нас снова. Очень много разного. Но я скажу совершенно четко, что система гражданской обороны страны, в целом система, сработала очень оперативно, слаженно. Достаточно, так говорили, 700 тысяч. И они действительно эту войну выбрали честь и слава за это. И честь и слава, конечно же, тем, у кого сейчас, когда были последствия чернобыльской аварии, крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни. Ну и особо хочу сказать теплые слова и слова благодарности в адрес вдов, они здесь в этом зале тоже присутствуют, чьи мужья не дожили до сегодняшнего дня. И вот от этого врага, от этого невидимого врага в той войне, они уже ушли из жизни. Вам тоже огромная благодарность и вам тоже крепкого здоровья. Стожилось так, что я военную службу проходил в инженерных войсках, которые одни из первых. Вы были туда для выполнения задач по ликвидации. Мой друг детства, я всегда его помню, особенно в этот день, школьный мой друг Сергей Александрович Голубничий также был на ликвидации и получил смертельное облучение. Потому что многие не знали, что такое эта тихая смерть и последний смерть. Здоровья вам, крепкого благополучия. Будьте счастливы, будьте здоровы. Тихо-п�� рост Потеряла я его, потеряла, доискала, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы дети солнца, мы дети солнца Живем на лучшем мире все в мире Мы дети солнца, а дети солнца Живем на лучшем мире все в мире все в мире Мы дети солнца, мы дети солнца Живем на лучшем мире все в мире До новых встреч!